Всем привет! Это канал Шумуфото. Я Шумов Денис. Сегодня я расскажу вам о том, как можно сделать процесс цветокоррекции в Lightroom более увлекательным и значительно его ускорить. Для этого нам поможет такое устройство, похожее на клавиатуру, называется Loop Deck Plus. И что это такое, с чем его едят? Возьмем, к примеру, фотографию, сделанную мной на одном мероприятии. Декор. Она нам нужна исключительно для примера. Итак, здесь есть на этой клавиатуре разные настройки. Вы их можете устанавливать как под себя, как горячие клавиши. Также можете воспользоваться уже по умолчанию заданными клавишами. К примеру, для того, чтобы просто поменять экспозицию, достаточно покрутить один ролик. Есть ролик контраста, Clarity. Есть тени, Highlights, White, Black. Также можно на отдельный ролик, D2, сделать то, что вам нужно. Здесь настроена резкость. Это делал не я. Видимо, это как по умолчанию было настроено. Есть Vibrance, Saturation. Почему я говорю по-английски? Называю все это, ну, потому что я привык работать в английской версии. Мне так более проще и более понятно. Я думаю, что не составит труда перевести тем, кто работает в русской версии. Вот. В целом все понятно. Тинт точно так же настраивается. Ролики, кстати, очень мягкие и бесшумные. Чего не скажешь о других каких-то кнопках и настройках. Основной, наверное, момент, который мне не нравится, это формат такой, знаете, самой дешевой клавиатуры, где кнопки, вот когда на них нажимаешь, такой вот щелчок. И это, мне кажется, вызывает некоторые неприятные ощущения после того, как ты поработал на какой-то нормальной клавиатуре, допустим, маковской клавиатуре, которая нажимается очень мягко и не отвлекает, что ли. Есть также ролики, которые заточены прямо под отдельные цвета и три кнопки, которые переключаются между Hue, Saturation и Luminance. Это настройки цвета поканально, то есть Hue отвечает за тональность, Saturation за насыщенность и Luminance отвечает за, ну, скажем так, чтобы цвет был более глубокий, более темный или более яркий, то есть его свечение. Это очень удобно, кстати, когда вы обрабатываете то, что вы можете очень оперативно редактировать насыщенность того или другого цвета, не переключаясь между вкладками в Lightroom, не вот этой вот тыкая мышкой куда-то пытаясь попасть, то есть вы одновременно можете крутить несколько роликов. Кстати, это вот один из, наверное, очень крутых моментов, то, что вы можете, к примеру, одновременно крутить экспозицию и контраст, и они меняются просто вот параллельно. Вы можете вообще все четыре ролика там вот, хоть если вам рук хватит, пальцев хватит, крутить вообще все сразу. Чувствуешь себя таким немножко диджеем, если включить еще какой-нибудь техно, то прям заходит отлично. И что еще я могу сказать? Здесь есть ролик, который отвечает за кадрирование, за кроп. Он достаточно интересный, он с такими как отсечками небольшими, то есть когда вы его крутите, он примерно по чуть-чуть, по чуть-чуть сдвигает. Это на самом деле не всегда подходит, то есть иногда он не попадает, вам все равно придется вручную мышкой немного докручивать так, как вам это нужно. Если там угол чуть меньше получается. Для того, чтобы подтвердить изменения вот как раз кадрирования, вам нужно нажать на эту кнопку таким вот образом сверху. Она очень достаточно такая тугая, и когда вы нажимаете, это прям вот нужно усилие прилагать. Кстати, относительно цветов, когда вы их крутите, это тоже такой вот звук. У меня вопрос, почему нельзя было сделать мягкие какие-то вот эти кнопочки, чтобы они вообще бесшумно крутились. Я не думаю, что это сильно бы повлияло на стоимость производства этой чудесной клавиатуры, чудесного устройства. Итак, что здесь есть еще? Есть кнопка before, after, то есть для того, чтобы посмотреть до и после. Есть кнопка экспорта, которая вызывает окно экспорта. Есть возможность перевода для просмотра как в ЧБ, так и в цветном варианте с заданными настройками. То есть это аналог кнопки В на клавиатуре. В принципе, очень многие вещи, которые здесь есть, их можно использовать и через горячие клавиши на обычной клавиатуре, что я и делаю. Но, к примеру, здесь на вот этой клавиатуре copy и past работают по каким-то своим заданным настройкам. И, к примеру, когда вы копируете вот здесь настройки и копируете настройки на клавиатуре loop deck, они будут немножко отличаться. Например, если я копирую здесь, я могу выбрать настройки. Если я копирую здесь, то он выбирает все настройки вообще, которые есть. То есть он будет применять абсолютно все. То есть он не дает вам возможности вот как раз вот этого выбора каких-то дополнительных моментов. Здесь можно также запитать вот, к примеру, кнопка C5, C6. Вы можете поставить сюда установку звездочек. Если вам фотографии не нравятся, ну, как я делаю, например, я ставлю звездочку 4, а сортировку ставлю на 5. То есть у меня отображаются фотографии только со звездочками 5. И получается, я таким образом убираю из вот этой подборки фотографии, не нужные мне, у которых звездочка 4. Ну, C6, соответственно, то есть вы можете поставить то же самое на то, чтобы она ставила там звездочку 5. Опять же, сверху есть много кнопок P1-P8. На них можно установить пресеты. Это тоже очень ускоряет. То есть если как есть слово такое забендить, представьте, вы обрабатываете какой-нибудь репортаж, и у вас есть несколько вариантов цветокоррекции под различные условия. К примеру, там вы снимали где-то днем, потом вы снимали в каком-то помещении при одном свете, потом это освещение поменялось, и вот оно циклично периодически меняется в течение дня. Вам достаточно там 4-5 пресетов с какими-то настройками, которые вы можете установить, и уже подгоняя под определенные фотографии, когда листаете, просто нажимать вот эту кнопку и применять необходимый пресет. Это очень ускоряет процесс обработки. По поводу кнопок, опять же, стрелочки, ими можно переключать фотографии, то есть как навигация в галерее, но вот этот звук прям вот не нравится, честно. Ну такое. Все остальное классно, все остальное мне нравится. То есть вот эти ролики, которые можно прям настраивать, вот все, что хотите. Абсолютно любую вкладку можно настроить, запитать ее либо на ролике, либо на кнопке. Тут уже нужно просто поиграться. Ускоряет это процесс обработки, ну мне кажется, процентов на 20-100%. Хотя, если вы пользуетесь горячими клавишами на клавиатуре, то вы тоже значительно ускоряете процесс своей работы. Если вот это все тыкать мышкой и крутить, это прям очень долгая история. Например, экспозицию можно менять вот плюс-минус. Она у меня стоит на... собственно настроена на это. Если вы хотите на плюс-минус поставить что-то другое, например, пусть будет black, вы нажимаете black, вот прям на название нажимаете, оно выделяется. И теперь у вас на плюс-минус будет настроен black. И так на любую вкладку вы можете нажать. Ну, у меня стоит экспозиция по умолчанию. Это такой маленький лайфхак. Что еще хочется сказать про клавиатуру? Вы можете, как я уже упомянул, настроить любые кнопки. Есть приложение на компьютере, выглядит вот так, где вы, собственно, просто нажимаете на нужную вам клавишу, которую хотите настроить, и выбираете уже из списка всякие различные функции. Также периодически, вот то, что касается каких-то таких не очень приятных моментов, думаю, что это связано с драйвером, клавиатура отключается. Отключается либо полностью, либо какая-то часть функционала. Решается это тем, что вы перезагружаете вот эту программу, либо просто вообще перезагружаете компьютер. Происходит это крайне редко, но, тем не менее, это неприятно. И если у вас такое произойдет, просто перезапустите вот эту программу, закройте и заново ее откройте. Также в этой программе вы можете экспортировать все настройки, которые вы сделали. И в дальнейшем, если вы, к примеру, устанавливаете их на какой-то... Подключаете это устройство к ноутбуку или еще куда-то, вы просто импортируете вот эти вот все ваши настройки, чтобы по сто раз не переделывать, не устанавливать вот эти вот кнопочки и не привязывать к ним настройки. Подведем итоги. Что касается этой клавиатуры, в целом очень полезное устройство, значительно ускоряет процесс обработки, можно подстраивать настройки под себя, можно очень быстро настраивать цвета, экспозицию, контраст. В общем, все настройки, которые есть в Lightroom. Также эту клавиатуру можно использовать с другими программами. Сто процентов знаю, что это After Effects. А, ну вот, кстати, можно посмотреть. Это After Effects, Audition, Aurora, Capture One, Final Cut, Lightroom, Photoshop, Premiere Pro. Основные фотографии, основные программы, в которых вы делаете цветокоррекцию, как фото, так и видео. Стоимость этого устройства на данный момент, если брать сайт Restore, 19 990 рублей, что в целом адекватно для подобного функционала. Будете как диджей прям все это крутить и очень быстро делать. Я думаю, что есть в этом какой-то элемент развлечения и вот эти какие-то рутинные, скучные будни, когда вы обрабатываете много-много фотографий, станут немного веселее. Какие еще моменты есть? Плюсы — это скорость. Минусы — отлетает драйвер периодически. Нужно перезагружать программу. И, конечно, вот это конструктив, то, что хрустят клавиши и ролики щелкают. Хочется вот это исправить. Но, опять же, как бы это не критично и свои функции она выполняет на 200%. Поэтому пишите в комментариях, если у кого-то есть это устройство. Расскажите о своем опыте, поделитесь им. Если остались какие-то вопросы, также задавайте. Постараюсь на все ответить максимально быстро. Это был канал Шума Фото. Я Шумов Денис. И спасибо, что уделили мне внимание, посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!